Лекция на тему информационный раздел. Информационный раздел состоит из, получается, четырех подпунктов. Не подпунктов, а пунктов даже так. Первый пункт это комната для отдыха. В данной комнате сотрудник департамента Санфьера может отдохнуть, но не должен превышать 10 минут отдыха. Если вы превысили, вам будет выписан выговор в личное дело. Второй пункт это транспорт по должности. Если вы берете транспорт служебный, получается, в своих целях, или берете его не по должности, то вам также будет выписан выговор в личное дело. В нашем автопарке есть такие машины, как премьер, мотоцикл, ранчер, эвакуатор, инфорсер, водомет. Получается, премьер доступен с должности офицер, мотоцикл доступен с должности офицер, ранчер доступен с должности сержант. Эвакуатор доступен с должности офицер полиции третьего класса. Форсер и водомет доступен только на митинге или ЧАЭС, управлять данным транспортом можно только с разрешения шефа или зам шефа полиции. Третий пункт это спецрация. Спецрация это единственная связь, через которую сотрудники департамента Санфьера могут быстро передавать информацию. Вот, потом четвертый пункт это рапорт. Рапорт это доклад, он бывает как письменный, так и устный. В департамент СССР сержант может оставить рапорт о действии кадета в патруле. Вопросы по лекции есть? Нет. Нет. Мотоцикл с какой должности доступен? Офицер. Офицер? Нет, офицер третьего ранга. Мотоцикл. Нет, нет, нет. Офицер второго. Да, с второго. Офицер полиции второго класса. Да? Нет, мотоцикл с офицером. Офицер полиции? Нет, просто офицер. Просто офицер полиции. Кто-то говорит, что офицер полиции второго класса. Нет. Это, получается, доступен в должности офицер полиции первого класса. Так, Влад, инфорсер, в каких случаях инфорсер и водомёт можно использовать? В случае митинга. В случае митинга. Всё, хорошо, лекция конь.